Изменить избирательную систему требовали активисты у стен парламента. Как и снятие неприкосновенности? Как митингующие восприняли сегодняшнее голосование депутатов и что происходит в правительственном квартале, расскажет Александр Васильченко. Он в эти минуты находится на улице Грушевского. Саша, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Катерина. Сегодня ситуация под Верховной Радой, можно сказать, спокойная. Провокаций и столкновений до этого момента не было. К тому же, одно из требований активистов нардепы частично удовлетворили. Парламентарии проголосовали за направление в Конституционный суд сразу двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности. Хотя сами протестующие, говорят, рассчитывали на большее. Произошел тот же самый лохотрон. Это просто положат под сукно, и все. И на этом кончится. И больше ничего не будет. Они дистанцируются от народа. Принимают законы, которые не выражают интересы народа. И, естественно, это обурье. Позже протестующие заявили о новом требовании. Обратились к президенту, чтобы до закрытия сессии он внес в парламент закон об антикоррупционном суде. А уже ближе к вечеру решили усилить свои позиции. Около 50 человек дополнительно принесли палатки, буржуки и пеноплав, чтобы расширить палаточный городок. Но полицейские остановили эту попытку. Со стороны гостиницы «Киев» и «Маринского парка» были полностью перекрыты подходы к Верховной Раде. В нас полиции заявили, опасаются, что протестующие могут пронести запрещенные предметы. Прорваться через кордон полицейских протестующие не пытались. Тем временем силовики хоть и надеются, что провокации не будет, но уже усилили свои ряды. По нашей информации, в правительственном квартале сейчас поддерживают порядок около 4 тысяч правоохранителей. И уже после закрытия сессии протестующие провели собрание. Они решили, что часть активистов остается под Верховной Радой, остальные идут на Банковую с требованием встретиться с президентом. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем сообщать о новых подробностях. Катя. Саша, спасибо. Александр Васильченко, напомню, сейчас находится возле парламента и продолжает следить за ситуацией на улице.